Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать четвёртую главу этой книги, где рассказывается о том, как Девора и Варак освобождают израильтян от гнёта Иовина и Сесары. Когда умер Аот, я напоминаю, Аот был судьёю еврейского народа 80 лет. И во все 80 лет был покой. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». То есть, когда нет религиозного лидера, который имеет помазание от Духа Святаго на себе, а судьи имели такое помазание от Духа Святаго, то народ пребывает в смятении и в рассеянии. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». Что значит пред очами Господа? То есть, с одной стороны, это можно понять как на всяком месте, а также можно понять, что они не стыдились делать злое даже в Селоме, где был ковчег Завета и Скиния, потому что предстать пред лицо Божие означало тогда прийти к Скинии собрания. «И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре, военачальником у него был Сесара, который жил в Харо-Шеф-Гоиме, и возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было девятьсот железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет». То есть, после восьмидесяти лет покоя при судье Аоде двадцать лет гнёт под нечестивым вот этим Сесарой. «В то время была судьёю Израиля Девора», то есть не мужчина, а женщина, «пророчица». А кто такие пророки? Сказано, никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, «но изрекали его мужи Божие, будучи движимы Духом Святым». Это человек, который имеет помазание от Духа Святаго. Оказывается, не только мужи Божие были движимы Духом Святым, но и жёны. «В то время судьёю Израиля была Девора, пророчица, жена Лапида Дофова. Она жила под пальмой Девориною, между Рамой и Вифилем, на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд». То есть судьи, они не только пророчествовали, но они и разбирали дела евреев, когда возникали конфликтные ситуации. Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова из Кедеса, Нефалимова, то есть он был из колена Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор». Фавор – это та самая гора, на которой преображение Господне. «И возьми с собой десять тысяч человек из сынов Нефалимовых, из сынов Завулоновых, я приведу к тебе, к потоку Кессону, в Сесару, вы начальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и придам его в руки твои». Это слова Бога, которые передает Девора. То есть Господь повелевает идти на Фавор и говорит, что он сам туда направит вот этих язычников, их армию. «Варак сказал ей, Деворе, если ты пойдешь со мной, пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мной». Он оказался, Варак оказался человеком, неспособным к самостоятельным действиям. И он просит женщину, чтобы она пошла с ним. И Саптуагин-то добавляет, «Ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь ангела со мною». То есть он не уверен, с ним ли его ангел или нет. Она сказала ему, пойти, пойду с тобою. То есть ты просишь женщину идти с собою. «Только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сесару». То есть если бы этот человек, Варак, не позвал бы Девору, то он поддержал бы победу, и она была бы связана только с его именем. А он боится идти без Девора, у него страх. И это можно психологически объяснить. 20 лет под гнетом Сесары, и он настаивает, чтобы она шла с ним. «И встала Девора и пошла с Вараком в Кадес. Варак созвал Завуланян и Нефалимлян в Кадес, и пошли вслед за ним 10 тысяч человек, и Девора пошла с ним». То есть не сказано, что с ними, а с ним. То есть воины пошли бы с Вараком, но Варак не может идти без Девора. Поэтому здесь и сказано, и Девора пошла с ним. Хевер, киньянин, отделился тогда от Киньянин, сынов Ховафа, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у Дубравы в Цанними близ Кадеса. «И донесли Сесаре, что Варак, сын Авинуамов, взошел на гору Фавор». То есть восстание началось. Сесара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошеф Гоима к потоку Кисону. То есть он собирает армию. «И сказала Девора, Вараку встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои». Ну, она говорит образно, она уже ему сказала, что победа будет приписана над Сесарой не ему, а некой женщине. Причем она не имеет в виду себя. «Сам Господь пойдет с тобою, и сошел в Варак с горы Фавор, за ним 10 тысяч человек». Это прекрасная гора, это особое место. Я помню, когда впервые я увидел Фавор, меня поразила абсолютно правильная форма этой горы. такая равнина и гора правильной формы. И над ней всегда очень ясное небо. Ясное небо. «Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его, от меча Варакова, и сошел Сесару с колесницы своей, и побежал пеший». То есть они так стремительно спускались с этой горы, что, во-первых, там непонятно было, сколько их, потому что гора покрыта зеленью, она вся покрыта деревьями. Я думаю, Господь еще ветер поднял в тот момент, когда Варак с 10 тысячами спускался против Сесары. И там могло показаться, что тут все 100 тысяч. «Итак, Сесара побежал пеший, бросил свою колесницу. Варак преследовал колесницы его, и ополчение до Харушев Гаима, и пало все ополчение Сесарина от меча, не осталось никого». А как же? Получается, что все-таки Варак одолел Сесару. Нет. «Сесара же убежал пеший в шатер Иоаили, жены Хевера, Кинениянина, ибо между Иовином, царем Ассорским, и домом Хевера, Кинениянина, был мир. И вышла Иоаиль, вот эта женщина, навстречу Сесаре. Она увидела врага народа Божия и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим». Его, может быть, трясло всего от страха. Сесара сказал ей, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. В песне, в которой будет прославляться этот ее подвиг, молоко называется «сливками». Почему? Поэзии свойственно преувеличению. Свойственно преувеличение. Или она, наливая ему это молоко, вот именно не взбалтывала, не взбалтывала вот этот мех, а самые сливки дала ему. Возможно, и так. Сесара сказал ей, «Стань у дверей шатра». Этот хочет, чтобы его женщина охраняла. Ворак не может идти без Деворы. Сесара, ужасный и страшный, просит женщину стоять у дверей шатра. «Если кто придет и спросит у тебя, скажи «нет» и скажет «нет ли здесь кого?» Ты скажи «нет». И Аиль, жена Хаверова, взяла кол от шатра, когда шатер растягивает, его растягивают на веревках и вбивают колышки маленькие, чтобы эти веревки держались. «Она взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько», то есть, когда Сесара спал, «и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле». То есть, она поднесла этот колышек и молотом ударила по нему и к земле. А он спал от усталости и умер. И вот ворак гонится за Сесарой, и, наверное, он думает, что ошиблась Девора. Ворак победил Сесару, вот-вот он его нагонит. И вот ворак гонится за Сесарою, и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему, «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый и кол в виске его. Победа над Сесарой была передана женщине. Почему? Возможно, это связано с тем, что Сесара больше всего угнетал как раз женский пол. Потому что по характеру наказания и по обстоятельствам наказания человека можно понять, за что он получает это наказание. Возможно, он насильничал над еврейскими девушками, проявлял неуважение к женщинам, которые были замужем со своими мужьями. Поэтому наказание ему, смерть, кол вбитый молотом в висок от женщины. И вот ворог гонится за Сесарой, и Аиль вышел навстречу ему и сказал ему, «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый и кол в виске его. «И смирил Господь Бог в тот день Иовина, царя Ханаанского, от лица которого действовал Сесара, его военачальник, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иовина, царя Ханаанского». Итак, сегодня мы с вами прочитали четвертую главу книги «Судей». И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать пятую главу, где содержится победная песнь Деворы и Варака. Берегите себя. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok